С 1 июля 2024 года для того, чтобы получать пенсию или пособие гражданам в возрасте до 70 лет, проживающим в областных городах и районных центрах, нужно оформить счёт в банке. Базовые счета на получение пенсии и пособий сегодня можно открыть в следующих банках. Беларусьбанк, Белинвестбанк, Банк Добробыт, Белгазпромбанк, Белагропромбанк, Сбербанк, Приарбанк, Беловнешэкономбанк. Порядок выплаты пенсий и пособий изменился с 1 июля. И эти изменения коснулись тех граждан, которые моложе 70 лет и проживают в городах областного и районного значения. Беларусьбанк предпринял максимум усилий и на сегодняшний день, можно сказать, что информировали и привлекли к себе наибольшую часть пенсионеров для обслуживания. Напомню, для того, чтобы в дальнейшем получать пенсию, необходимо открыть базовый счёт. Как правило, Беларусьбанк привязывает базовый счёт в платёжную карточку, которая позволяет максимально использовать всяческие возможности. Однако у банка есть возможность предложить нашим пенсионерам обслуживаться и по паспорту. Для этого ежемесячно нужно будет приходить с паспортом к кассовому окну любого учреждения банка, для того, чтобы получить пенсию и совершить другие платежи. Для открытия в банке базового счёта для получения социальных выплат понадобится паспорт или другой документ, который удостоверяет личность. К открытому счёту бесплатно предоставляется банковская платёжная карта. Также клиент может обратиться в кассу банка, чтобы снять наличные средства. Для получения социальных выплат есть возможность открыть счёт как с выпуском карточки, так и без неё. Также банки предлагают пенсионерам приятные бонусы. Хочу акцентировать внимание на том, что бояться этого не нужно. Банк предложил множество преференций, привилегий, когда базовый счёт сопровождается платёжной картой. То есть, можно так сказать, что пенсионер выигрывает и получает так называемую добавку к пенсии в виде манибэка за безналичные расчёты в магазинах и коммунальных платежей. Кроме того, ежемесячно по мере зачисления пенсии поступает смс-сообщение на мобильный телефон пенсионера. Бесплатно. Мы рады оказывать всяческую информационную поддержку, учить финансовой грамотности наших клиентов, для того, чтобы им в последующем было обслуживаться удобно, быстро и безопасно. Если у пенсионера по какой-либо причине нет возможности получать свою пенсию, то он может оформить доверенность на другое лицо, которое будет получать выплату за него. По закону, представитель доверителя должен быть совершеннолетним. На сегодняшний день одно из самых распространённых нотариальных действий это удостоверение доверенности на получение пенсии. Доверенностью признаётся письменная полномочия, выдаваемая одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. При удостоверении доверенности нотариус устанавливает личность гражданина и выясняет гражданскую дееспособность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. На сегодняшний день очень важный момент, что с 1 июля 2024 года многие граждане будут получать пенсию через банк. Это не коснётся лиц, достигших 70 лет, инвалидов первой и второй группы, а также граждан, проживавших в сельской местности. Они смогут сами выбирать, как им удобно, получать пенсию через банк или через почту. Необходимо отметить, что доверенность на получение пенсии на почте будет выдана сроком действия до 1 года, а срок действия доверенности на получение пенсии, хранящаяся на счёте пенсионера, со сроком действия до 3 лет. Напомним, что изменения не затронули получателей пенсии в возрасте старше 70 лет и инвалидов первой и второй группы. Среди получателей детских пособий изменения не коснутся инвалидов первой и второй группы из семей, воспитывающих ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также получатели пенсии, детских пособий, пособий по уходу, проживающих в сельской местности. Материна Буцкевич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович, Новости Бреста.